Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Очень интересный вопрос от подписчика канала в рубрике ответы на вопросы подписчиков. Михаил Асташонок. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня червячное рулевое управление. При наезде на ямы руль сильно дергает туда-сюда, в короткой амплитуде. Из-за чего это происходит? Интересны все вероятные причины. Друзья мои, обычно да, на старых автомобилях или на грузовых, на некоторых, да, действительно существуют червячные передачи. Они не имеют как бы обратного толчка. Действительно так и есть. Но из-за чего это происходит? Обычно это происходит из-за повышенного износа крестовин рулевого вала. Это самое первое. Бывает, конечно, там еще демпферные специальные есть разные устройства на рулевом управлении. Вы же не указали, что это за автомобиль. Но в 90% это именно износ крестовины рулевого вала. Может быть одной, может быть двух. Это как раз приводит к тому, что появляется такой маленький люфтик, дребезжащий, и он очень сильно проявляется на кочках всевозможных, когда вы по щебенке едете. Вот очень сильно будет проявляться. Друзья мои, копайте туда. И если у вас есть еще какие-то шлицевые соединения или что-то еще, какие-то соединения рулевого вала, то обязательно проверяйте всевозможные соединения. То есть есть там, допустим, крестовины, есть дублирующие, пластиковые втулки, там специальные конструкции. То есть на разных автомобилях это по-разному устроено. И даже шлицевые соединения могут внутри люфтить. Друзья мои, если шлицевые соединения люфтят, то тут надо разбираться, надо поджимать, надо устранять. Потому что это серьезно, чтобы не получилось так, что у вас в определенный момент откажет просто рулевое управление и все. То есть во избежание этого нужно, конечно же, проверить. Ну а самое первое, самое основное, это крестовины. Они очень часто выходят из строя и это приводит именно к таким последствиям, как вы указали в своем сообщении. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. Всем пока.